Всех благ и доброй вам недели, коллеги! Разумеется, как и всегда, всё сказанное сегодня мной – это лишь частное мнение, пускай и мнение о трейдерах с 20-летним стажем ведения торгов, но не имеющее, собственно, целью как-то напрямую повлиять на ваши инвестиционные или торговые решения, на стиль ведения ваших сделок, или тем более я не имею цели побудить вас к действию, и нарезать вам свою точку зрения. Однако, моё мнение твёрдое, что после заседания ФРС, состоявшегося 30 января, уже очевидно, что доллар прошёл свои крайние точки, максимальные точки прошёл максимумы, скорее всего, на ближайшие как минимум несколько месяцев, а то и на несколько лет, и вряд ли к этим точкам уже вернётся. Но, во всяком случае, во всех валютах, кроме, может быть, японской иены, у которой больше всего слабостей, там работает печатный станок, ну и максимальная неопределённость, естественно, по фунту в связи с Brexit, который ещё неизвестно, как обернётся. Но, во всяком случае, во всех остальных валютных парах я бы исходил сейчас из того, что в наибриде, декабре, январе пик стоимости доллара был пройден. Ну и, соответственно, дальше доллар будет медленнее, быстрее или катиться по наклонной вниз. Судьба доллара, таким образом, я считаю, предначертана, и путь его ясен. Другое дело, что чуть по-разному будет, естественно, он себя вести в разных валютных парах, в разных инструментах, включая золото, включая драгметаллы. По-разному будут по отношению к доллару, естественно, вести себя и сырьевые ресурсы, включая нефть и промышленные металлы. Но неизменно всё дальше и дальше, во всяком случае, в валютах и в драгметаллах, я думаю, что будет уходить доллар от этой начальной точки с откатами, возвратами. Ну, можно сравнить это с путешественником, который решается, наконец-то, на долгое странстве, уже купил себе билет, сказать, в одну сторону, в пункт А, и имеет обратный билет, скажем, куда-то вот из пункта Б, достаточно далёкого, долетел уже, наконец, в пункт А, обратный билет несменяемый, ехать надо, но в пути он может, естественно, сказать, ночевать в разных отелях, или, как раньше говорили, останавливаться на постоялых дворах, может заходить в различные придорожные кафе, ресторанчики, сворачивать немного с пути, заходить куда-то в ближайшие, может быть, городки, но в целом общее направление пути, он его будет придерживаться, и с этого пути уже не свернёт. Вот, думаю, собственно, эту картину мы и наблюдаем, несмотря на то, что сегодня, вот, собственно, с понедельника, с начала торговой недели начался откат, откат начался как по золоту, так и по большинству валют, доллар частично компенсирует потери, понесённые на прошлой неделе, но я сказал бы, что слишком много было поставлено на карту Федрезервом последние месяцы, и вот в особенности я бы обратил всё-таки внимание на колоссальную нам, взгляд, разницу в формулировках, в первую очередь, ну, посмотрите, главная фраза, я её вот прям зачитаю, чтобы не ошибиться, в хорошем, так сказать, переводе, максимально приближенном к смыслу, а не только к буквам, что написал Федрезерв 30 января в сопроводительном заявлении? В свете развития глобальных экономических финансовых событий и при не слишком выраженных признаках инфляционного давления, вот это важно, там слово muted употребляется, что можно характеризовать как приглушённый, да, беззвучный, то есть не очень выраженный, да, нет инфляционного давления, в этих условиях комитет по открытым рынкам ФРС США будет терпелив, определяясь, вот подчеркну, какими, какими могут быть будущие шаги в подстройке целевого уровня процентных ставок, ну, и так далее, и так далее, чтобы эти ставки поддерживали достижение экономических целей. Так вот, обращая внимание на слово «какими», Федрезерв, в отличие от всех прошлых заявлений, даже не отмечает, что следующим шагом будет обязательно повышение ставки. То есть, в принципе, он открыт к идее, получается, любого изменения ставки в будущем, и это отражает картина фьючерсов на Чикагской бирже, где около 20% сейчас участников Чикагской биржи считают, что ставки могут быть до января 2020 года даже понижены. Около 20%, повторюсь, и меньшее количество народу, где-то около 17% на сегодня, полагают, что ставка всё-таки будет повышена, но не раньше, чем к декабрю 2019 года. То есть, большую часть года большинство рассматривает вот эти заявления ФРС как отсутствие повышения ставок. Ну и, соответственно, вот исходит и в позициях. Пятница, как мы понимаем, внесла коррективы в связи и с тем, что просто доллар много упал за среду и четверг, да и не только там это движение, оно и раньше началось. Вы вспомните, сколько золота прошло с прошлой осени, когда мы рекомендовали его в каждой буквально нашей программе покупать и покупать, с тех цен 1200, там 1220, да, оно выросло, даже если работать без плеча, более чем на 10%, до максимума 1325 или около того. Ну, естественно, что оно может корректироваться, а поводом послужили данные по рынку труда США. Но заметьте, какая неоднозначная была реакция. Первые 2-3 часа колебания были в обе стороны, и мало того, собственно, данные-то такие, как будто с нами американские стат-ведомства опять решили поиграть в пятнашки. Хорошие цифры за прошлый месяц, более 300 тысяч рабочих мест создано, но при этом данные за предыдущий месяц, да, за декабрь, они пересмотрены с более чем 300 до 222. То есть 100 тысяч рабочих мест убавили месяцем раньше, примерно столько же прибавили в этом месяце, как так посчитали уже отдельный вопрос, да, это всегда очень, ну, сомнения вызывают у рынка такие корректировки. Тем не менее, не очень сильно выросла заработная плата, всего на 0,1%, и по году не изменились цифры. То есть в общей сложности я бы не назвал данные очень уж хорошими. Просто рынок, подумав хорошо, подумав, решил и взвесил, что, ну, пятница, вот, можно бы и скорректироваться. Тут еще подоспела договоренность между США и Китаем по торговому балансу, по переговорам торговым. Она была в целом позитивная, но так вот умеренно позитивная. Ясно, что там еще продолжать и продолжать. Одной, как говорится, закупкой там партии соевых бобов и какого-то количества энергоносителей, видимо, под ней поднимается жиженый газ, всех дисбалансов не ликвидируешь. Будет из интересного вот на этой неделе из Америки, из новостей, будет обращение президента Трампа ежегодное к обеим палатам Конгресса США. Оно состоится во вторник по расписанию в 9 часов вечера по американскому времени восточного побережья. То есть это будет, ну, фактически 5 утра примерно по Москве. Очень раннее время. Не факт, что это вызовет прям какие-то колоссальные движения на биржах. Тем не менее, наверное, если вы будете держать сделки до этого момента, то, может быть, имеет смысл подстраховать прибыли, где-то подвинуть хорошенько стопики в плюс, да, если прибыльные сделки. Далее есть смысл, может быть, что-то закрыть из объемов, частичное закрытие объемов тоже прием, да, либо, ну, хотите понаблюдать вживую. Вот в прошлом году было довольно интересно, реакция была довольно яркая, но в прошлом году было и больше конкретики. Там же ждали налоговые реформы, наконец, да, ждали. Будет решен вопрос инвестиций триллиона долларов в инфраструктуру, поднимет ли Трамп этот вопрос. И не будем забывать, что было суперрали на тот момент на фондовых площадках. А сейчас отчасти вот это решение Федорезерва 30-го числа, оно подпитало фондовые рынки, оно вселило надежду, что свободные деньги придут на эти рынки. Но обратите внимание, что не так уж прям кардинально это изменило расклад. Не бросились все покупать все бумаги на свете, а покупают бумаги такие вполне конкретные. То есть, как бы выборочно действуют, и, наверное, это нормально, что в какие-то бумаги вкладываются, в какие-то нет. Вот посмотрите, в частности, расклад из интересных отчетов, которые будут по компаниям на эту неделю. Здесь очень много интересной отчетности. Это Google отчитывается в понедельник, в частности. Disney из известных всем компаний, опять же, во вторник. Snapchat здесь. Здесь есть из интересного General Motors в среду. Здесь есть Twitter в четверг. На самом деле, ну вообще, вся отчетность, она же понимает, что имеет такую моментальную реакцию. То есть, обычно бывает гэп в начале, в ответ на данные опубликованные отчетности, либо до открытия рынка, либо после закрытия в предыдущий день. И вот вы можете посмотреть как раз в более, так сказать, аккуратном стиле вообще отчеты всех компаний, входящих в S&P. Вот они представлены здесь. Что здесь, так сказать, будет из интересного? В том числе указано, выходит этот отчет до открытия рынка или после открытия рынка, или после, извиняюсь, закрытия рынка, да, after close. Вот в частности, ну, Alphabet это Google, да, здесь обозначен понедельник, он выходит после закрытия рынка. Соответственно, реакция на него будет во вторник ценами. Ну и, как правило, первая реакция, она в тех компаниях, где уже устойчивое какое-то развитие, она вызывает движение в течение еще этого же дня, двух, можно быстро, да, получить какой-то, какую-то прибыль на разнице. Вот в тех компаниях, которые чувствовали себя не очень большую часть года, ну, иногда реакция бывает разовая. Поэтому посмотрите, ну, на мой взгляд, вот как для человека, который не, скажем так, жаждет обычно работать с отдельными конкретными акциями, а я больше люблю работать с индексами. Тем не менее, вот в текущей ситуации наоборот, как на прошлой неделе и позапрошлой, я вам говорю, что интересуюсь Starbucks, интересуюсь Goldman Sachs, интересуюсь Procter & Gamble, да, вот такими акциями. И, собственно, вот, кстати, пока, что, ну, Goldman Sachs ограниченный рост показал и скорректировался, но в целом перспективы остаются. А вот Starbucks уже немножечко, но переписал максимум, что я вам фактически и обещал в предыдущих выпусках. И, думаю, движение на этом не заканчивается, потому что данные у него получились исторически лучше и за весь вообще период, который публиковалась отчетность. Могут быть какие-то интересные подобные же кейсы, конечно же, и будут и на текущей неделе. Я бы не хотел сейчас давать идеи прям по конкретным бумагам, потому что здесь очень большой спектр, скажем, да, но в течение недели, в зависимости от того, на чем я сам сконцентрируюсь, это будет, разумеется, и на моем блоке, ilike.tv.com, и будет четверг обязательно какие-то комментарии в лайф-эфире, которые у нас в 15.15 традиционно сейчас будет проходить в этом году, по четвергам. Также я бы отметил, что вот индексы, они как раз движутся менее, на мой взгляд, предсказуемо. Ну, понятно, что был первый взлет в ответ на то, что ФД «Резерв» не хочет поднимать ставки, и вообще не понимает точно, что с ним как бы делать со ставками, ну, точнее, понимает ничего не делать в ближайшие месяцы. Это хорошо для фондовых рынков, но с тех пор в районе 2.700, где-то S&P вот подвис, то ли выше, то ли ниже двигаться. Я бы, по возможности, работал с портфельми конкретных бумаг. Ну, и что касается валютного рынка, который, конечно же, составляет предмет, ну, моего наибольшего интереса, и золота. Здесь, смотрите, пока я буду рассказывать, да, у вас будут картиночки, так сказать, перед глазами, с примерными, ну, скажем, интересными, может быть, диапазонами торговыми, какими-то уровнями. Это, разумеется, абсолютно ориентировочные вещи, потому что сейчас будет рынок подстраиваться в ходе коррекции, с каких цен в итоге снова возобновлять продажи доллара, пока доллар немножко подрастает, вот на момент, когда я делаю эту запись. Ну, скажем, самое, наверное, перспективное, очевидно, да, это евро-доллар, то, что, как бы, у всех на слуху. Здесь немножко рынок поумеет свои аппетиты, в том плане, что раньше твердо ждали, что осенью ЕЦБ будет поднимать ставки. А сейчас по этому поводу есть немножко сомнения, потому что показатели инфляции припали, экономические темпы тоже несколько ниже в 2017 году оказались, чем в 2017, да, но в целом ждут подъема ставки, вопрос, как бы, в этом ли году. Мне думается, что рынки будут постепенно все-таки закладывать идею, что ставки по Европе поднимут в этом году, но чуть позже определиться с этими идеями. А пока что евро-доллар, как бы, немного тормозит, и здесь может получиться и так, и так, может получиться, что уже с цен, там, 14.35, 14.50, вот с этого коридора, который был пробит на прошлой неделе, 30-го в день ФРС, могут и с этих цен начать подниматься, но, в принципе, ничего не стоит провалиться глубже, если уж начали фиксировать прибыли, и ситуация, может быть, похожа, скажем, на то, что было в 20-х числах января перед ЕЦБ, когда провалились под 13, да, до 12.88 во время выступления Майор Драги. Но, с другой стороны, ничего уж такого он особенно страшного не сказал. На следующий день начали покупать-покупать, в итоге евро-доллар выбился выше 1.14, а потом, вот после выхода ФРС, и к 15, и выше подбирался, да. Здесь может что-то подобное, может быть, и проковыряют такие зоны 14.35 вниз, но в этом случае, там, первичное падение в первый день, оно может после дня, двух какого-то отстоя цен снова спровоцировать покупателей на уход из доллара, потому что процесс этот длительный, и я вам уже говорил, что параллели очень четкие прослеживаются с 2006 годом. Посмотрите эфир первый, который был этого года, там об этом очень четко говорится, все можете найти. И возьмите, сами поднимите, вот графики Дели, особенно за 2005-й конец года, 2006-й, вплоть до апреля. Рынок раскачивался, в конце концов, евро-доллар с цен типа 1.16, 1.18, сначала медленно поднялся к 1.20, а потом ушел и на 1.25, и на 1.35, и на 1.40, и даже выше побывал, но это было длительное движение. Тем не менее, ситуация очень похожа тогда, причем еще продолжал Федрезерв поднимать ставки, а сейчас он делает паузу, которая вообще непонятна, эта пауза, она закончится потом каким-то подъемом или нет. Тогда ставки поднимали на каждом заседании, поэтому, на мой взгляд, даже оснований, в принципе, выходить из доллара больше. Тут и торговые противоречия, и желание тех же европейских стран многих уходить, частично от долларовых расчетов. В австралийском долларе там уровни вот типа 0.71 и около того, они были крайне возбуждающие для покупателей недели и двумя раньше. Мы видели это, мы прогнозировали с вами оттуда, действительно, австралийский доллар купили. В дальнейшем, может быть, цены и чуть более высокие, там район 71.50 или 72, может быть, уже будет вызывать покупки, но нужны внутридневные сигналы. Нужно смотреть, конечно же, сигналы внутри дня, чтобы четко подтверждение видеть, что да, уже рынок готов. Плюс австралийский доллар очень четко сильно коррелирует с золотом, поскольку Австралия крупный экспортер золота, поэтому следите, да, также, если вы хотите, вы можете торговать там и там параллельно. В золоте здесь тоже есть варианты. Возможно, что коррекция закончится уже где-нибудь в районе, там 1310 плюс-минус 2 доллара. Но, в принципе, если разгонится, что называется, хорошенько вниз по инерции, там огромное движение идет с осени вверх, их больше, чем на 100 долларов за унцию цены выросли, может быть, еще раз нырок под 1300. Не говорю, что будет, но не исключаю. Если такой нырок будет, как бы, да, разумеется, это будут наилучшие цены, на мой взгляд, для покупки золота, и, возможно, лучшие цены вообще на этот год. Поэтому февраль-март, вот время до весны, может быть, стать вообще идеальным в плане этих вложений для тех, кто их еще не сделал в прошлом году. Ну, собственно говоря, австралийский доллар, вот он будет где-то синхронизироваться, не один в один, конечно, там час в час, но, по крайней мере, день в день, или, может быть, там с разницей в полдня, может синхронизироваться тоже. Не будем забывать, что по австралийскому доллару будет заседание в начале дня вторника по ставкам процентным, да. Вообще, на этой неделе заседают два центробанка, австралийский и банк Японии. И вот, ну, если от банка Японии, о, извините, банк Англии, банк Англии. И вот если от банка Англии, собственно, ждать, ну, по большому счету, вообще нечего, да. То есть, банк Англии, понятно, что не будет сейчас в условиях неопределенности вокруг Брекзита как-то педалировать вообще тему процентных ставок. Максимально нейтральные, скорее всего, высказывания, да, будут. И рынку гораздо интереснее, как закончится Брекзит, будет ли он отложен действительно на 6-9 месяцев, или будет запущен таки без соглашения. В первом случае это для фунта будет польза. Во втором случае, не дай бог Брекзит без соглашения для всех, фунт может перейти в коридоры ниже 1,30, и опять туда 1,27, 1,30. То есть, это вот здесь неважно с точки зрения, как банк Англии, наверное, решит. А вот для Австралии здесь интересно. Утро вторника тут одновременно будет еще выходить сальдо внешнеторгового баланса по Австралии. А сама ставка-то, естественно, останется без изменений. Полтора процента, она уже держится пару лет. Но важная риторика. Раньше Банк Австралии где-то не на каждом заседании, но через заседание повторял, что все-таки следующий шаг процентной ставки, может быть, не прямо на следующем заседании, но следующий шаг, там, рано или поздно, он все-таки скорее, более вероятен, повышение ставки. Если это будет как-то повторено, это поможет австралийцу, наверное, подняться. Если таких заявлений не будет, не будут это, как бы, они обсуждать подробно, не будут следующий шаг никак обозначать. Может быть, даже сошлются на некие трудности, которые переживает мировая экономика, на то, что сейчас МВФ оценивает мировой ВВП на темпах 3,5%, а еще недавно было 3,9 и 3,7. То есть, вот если на этом будет сконцентрировано, то, наоборот, возможны дополнительные технические откаты, более глубокая коррекция в паре австралийский доллар с долларом США. Ну и канадец, да, конечно же, канадец очень, я думаю, рад в целом, что нефть наконец-то окрепла. Вот в середине дня уже, понедельника, да, 4 февраля, 63,35 доллара за баррель было. То есть, это чуть выше коридора, где нефть держала всю неделю. Это не означает, что она пойдет прямо по прямой расти, совершенно не обязательно. Траектория может быть достаточно кривой, но в целом рынки понимают, что, наверное, нефти куда-то на 65, как минимум, сходить надо. Здесь и напряжение вокруг Венесуэлы. Пока что оно работает на повышение цены. Если так уж сложится, что пока к этому делу вроде бы не идет, но если все-таки удастся американцам продавить там смену власти и получить, соответственно, доступ к нефтяным богатствам, к разведке, к добыче, то это может вызвать впоследствии увеличение предложения на рынке. И поэтому цены могут снизиться. Если такое развитие событий мы, конечно, увидим, то, может быть, цены еще раз под 60 даже сходят, куда-нибудь район там 55, 57, 58. Но даже оттуда, скорее всего, найдутся покупатели, чтобы гнать ее на 65. Потому что очень долгоиграющая вся история с Венесуэлой. Все это очень нескоро даст какие-то плоды на рынке. А вот сокращение добычи от ОПЕК, оно прямо происходит месяц от месяца, именно сейчас, к весне, чем ближе. И также запасы, в общем, тоже тренд начал как бы шататься. По запасам мировым они начали либо в ноль, либо, может быть, даже в минус уже на этой неделе немного уйдут. Поэтому в целом нефтяные цены поддержаны. Можно непосредственно на нефтяном рынке попробовать поиграть этими делами. Но вот во всяком случае для канадского доллара, как и для всех нефтяносных валют, и для рубля в том числе, здесь важен не момент, куда цены двинулись прямо вот сегодня-сейчас. Важно, в принципе, что нефть не 50, а, грубо говоря, там 63, 65, где-то выше находится. Выше 60 и крепко. Это хорошо уже. Поэтому для канадца это был повод к развороту в районе 1,36. И сейчас сходить еще раз куда-нибудь даже на 1,34 будет довольно-таки проблематично. Гораздо проще нырнуть под 1,30, с учетом, что доллар США, он, видимо, свой пик уже годовой показал. Значит, в целом из доллара могут уходить. Есть перспективы хорошие для торгового баланса Канады. В конце недели это и могут быть еще реакции хорошие на данные по канадскому рынку труда. Это все будет играть роль. И, в принципе, как видите, вот не очень пока сильно доллар к канаде с парой и корректироваться-то хочет по доллару. В других парах это как бы повеселее пошло. Но, тем не менее, если пойдут и другие пары, да, и доллар там будет укрепляться, исключать там район где-нибудь 1,32 или выше, конечно, нельзя, это все еще возможно. Но, предполагаю, что торрент намечается уже по паре доллара канадцы, канадец явно понижающийся. Ну и, скажем так, не основные аккорды ни в коем случае, но даже не аккомпанемент, а такие музыкальные украшения, если хотите, на фоне общей мелодии недели. Это многочисленные данные, которые в течение недели будут выходить. Ну, в частности, это всевозможные индексы PMI, индексы от менеджеров по снабжению, менеджеров по продажам. Это всевозможные индексы деловой активности, да, по сути. Они будут выходить от самых разных стран, регионов, и от европейского, и от американского, и множество этих индексов, да, практически по всем странам. Вы за ними обязательно, конечно, можете посматривать. То есть, они будут провоцировать сдвиг котировок по всем валютным парам или по валютам тех стран, которых это будет касаться. В конкретные моменты, может быть, краткодействующие, может, в течение иногда буквально там 5-10 минут, может быть, получаса. Естественно, это все на общий фронт будет накладываться. Ну, еще из интересного, под конец, да, это порция экономических прогнозов ЕС будет идти в среду, и на старте американского рынка в этот же день среды будет целый очень большой блок данных из США, включая так называемый базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Это те самые инфляционные данные. Если они не преподнесут сюрпризов, как говорится, реакции не будет, но больше, выше инфляция в пользу доллара. Меньше инфляция в пользу того, что ФРС окончательно должен сдаться и забыть про повышение ставок. Это хороший будет аргумент. В этот же день там объем строительства, заказ на товары длительного пользования, все это выходит одновременно, соответственно, реакция тоже будет одновременно. И там же в пакете менее значимая, на самом деле, оценка будет первой ПВП страны за четвертый квартал США, я имею в виду. Но, повторюсь, сам факт выхода данных, он сейчас просто послужит таким небольшим украшением к общим движениям, как трендовым, так и откатным, то есть скорее поводом для того, чтобы какие-то движения ускорить. А рынок сейчас крайне мало интересует конкретно сами эти данные. Они интересуют кого-то как повод зайти в позиции, и я надеюсь, что вы тоже сможете этим пользоваться активно, и я надеюсь это тоже делать. Либо как повод где-то зафиксировать прибыль, если дают хорошую. Это мы видели, вот как с вами в пятницу реагировали на рынок труда США. Скачки цены были, на каждом скачке попытки выхода, попытки выхода из рынка. Вот, собственно говоря, ну и если вы следите за новозеландской валютой, то еще также будет в среду опубликован индекс цен на молочную продукцию от Global Daily Trade. Это, собственно, важный показатель для Новой Зеландии, на большой экспортер сухого молока, масла. Это все на самом деле для такой небольшой страны имеет значение и влияет на котировки. И к тому же уже на утро четверга могут выйти интересные данные с рынка труда Новой Зеландии, поэтому если вы здесь следите, то тоже, как говорится, нельзя не обращать внимания на эти данные. Но понятно, что это все выходит в крайне раннее утреннее время. Если вы любите работать в эти часы, то, как говорится, флаг вам в руки. Если вы не очень любите это время и хотите поспать, или там в вашем часовом поясе это неудобно, наоборот, следует сконцентрироваться, наверное, не на новозеландце, а как раз на других валютах. Вот я лично так предполагаю поступить. Мне в эту неделю комфортнее работать в европейское, американское время. Может быть, там где-то глубоко под ночь. Я разве что вот выступление Трампа планирую посмотреть со вторника на среду. Думаю, вот одного раза такой вот ночки будет, наверное, мне достаточно интересной и, по сути дела, бессонной, наверное. Ну и, собственно говоря, закруглимся, наверное, с вами на этом. Мы рассказали фактически обо всех событиях недели. Все, так сказать, итоги подвели. Вероятно, более активная неделя. Будет следующая после, потому что сейчас еще китайский лунный Новый год, и многие азиатские рынки, они не отдыхают полностью. Там, конечно, инвесторы, они все выходят все равно желающие сильно на международные площадки. Но, скажем так, активность инвесторов из Азии будет понижена. Соответственно, может быть, меньше каких-то активных денег для совсем уж крупных движений. Движения могут быть более фрагментированы. Вот последняя особенность, собственно, недели, которую я хотел бы обозначить. Хороших вам торгов, всех всяческих благ и всего самого вам доброго. Продолжение следует...